Девушки отдыхают Но хочет ли этого прошлое? И почему так опасно оглядываться назад? Египет. Январь 2018 года. Ученые совершают сенсационное открытие. В пирамиде Хеопса обнаружена тайная комната. В это помещение был запущен складной мини-робот. Данные его обследования ошеломляют. Он зафиксировал очертания предмета странной формы. Вероятно, это трон, который сделан из метеоритного железа. Есть мнение, что в нем могут быть спрятаны сокровища фараонов. Однако в египетской книге мертвых говорится, тех, кто откроет тайную комнату, постигнет проклятие, будет выпущена смерть, погибнет все человечество. Что это? Очередная пугалка? Или предупреждение о том, что вот-вот начнется Третья мировая война? Сегодня в программе. Тайна проклятия фараонов раскрыта. Я провел 10 минут, и я на себе это ощутил. Извините, попал в реанимацию потом. Проклятие виллы Альтакьеры. Кто убил графиню Ваку Агусту? Возможно, кто-то из них столкнул графиню на скалы. Но это лишь предположение. Последний день на Титанике. Кто виноват в гибели корабля? Что нельзя делать, уходя с кладбища? Нельзя ничего брать с собой. Нельзя. И сенсация века. Где хранится чаша святого Грааля? Я очень серьезно говорю, выглядели, не прямо у меня в руках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня народы Британии, Франции и Соединенных Штатов объединили свою праведную мощь против варварств в своей жестокости. В ночь на 14 апреля 2018 года Соединенные Штаты и их союзники нанесли авиаудары по Сирии. Многие политологи назвали эту атаку началом Третьей мировой войны. Сегодня я прошу всех американцев помолиться за наших благородных воинов и наших союзников, когда они выполняют свои миссии. В христианской литературе Третью мировую войну называют Армагеддоном, финальной битвой добра со злом. И начнется это сражение из-за того, что будет открыть смертельный артефакт огромной силы. История уже знает подобные примеры. Узбекистан, Самарканд. 21 июня 1941 года. По личному распоряжению Сталина в мавзолее Гур-Эмир проводится вскрытие захоронения полководца Тамерлана. Сталин считал нужным проверить, не захороненный вместе с Тимуром был некий артефакт, то есть осколок того мистического камня, который по преданию дает возможность управлять энергиями, управлять самим собой, управлять другими людьми и в конечном итоге стать правителем обширной территории на Земле. Работы сопровождались странными событиями. Сначала в подземельях лынула вода из соседнего Арыка и затопила могилы. Затем вышла из строя лебедка, при помощи которой поднимали тяжелые каменные надгробия. Постоянно газ свет. Археологи ощущали нехватку воздуха. Во время начала непосредственных работ по вскрытию гробницы Тимура в расположение этой экспедиции пришли три странных человека, которые назвались древними хранителями преданий. Они выглядели как мусульманские старцы. Старцы принесли с собой древнюю книгу на фарси и показали ее археологам. В ней было сказано «Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны, и будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Однако ученые не придали этому значения. Мало ли что говорится в местных легендах и преданиях. А на следующий день Германия напала на Советский Союз. Неужели это случилось из-за того, что археологи потревожили дух великого завоевателя? Скептики говорят, это всего лишь случайное совпадение. Гитлеровские войска стояли у наших границ уже довольно долго. Не похоже, чтобы они ждали, когда советские ученые откроют могилу великого полководца. Ну, действительно, а что было бы, если бы ученые прислушались бы к пророчествам старцев и могилу Тамерлана не открыли? Тогда, по логике вещей, немецко-фашистские войска должны были бы развернуться и уйти в освояще. Согласны? Однако случилось то, что случилось. Могила Тамерлана была вскрыта, а на следующий день началась война. Тело полководца вернули в Самарканд после проведенных исследований лишь 19 ноября 1942 года. Удивительно, но именно в этот день под Сталинградом началось контрнаступление советских войск, которое переломило ход событий Второй мировой войны. Что это? Всего лишь очередное совпадение? Или древнее проклятие все же перестало действовать? Египет. Долина Царии. 25 ноября 1922 года. На стене в пещере, где обнаружили гробницу фараона Тутанхамона, археологи прочли надпись. Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мертвого правителя. В скором времени 13 ученых, которые участвовали во вскрытии захоронения, скончались. Что нельзя делать, уходя с кладбища? Нельзя ничего брать с собой, нельзя. А в пирамидах фараона это как бы гробница их. То есть, опять-таки, все это связано с кладбищами. Только такими уж совершенно уникальными и шикарными кладбищами. Ну вот, наверное, здесь и работают эти темные силы, которые несут негатив. Древнеримская империя, Помпии, 24 августа 79 года до нашей эры. Утром из жерла вулкана Везувий появилась туча, похожая на гриб. Прорвав вулканическую пробку наружу, вышел поток газов и пепла. Смешавшись с землей и камнями, он взвился на высоту в 20 километров. Всего за сутки было уничтожено три города. Помпии, Геркуланум и Эстабии. Сила извержения была настолько мощной, что пепел от него долетел даже до Египта и Сирии. Погибло более двух тысяч человек. Есть легенда, что город Помпии был проклят богами за распутный нрав горожан. Главным развлечением у них были вот эти лупонарии, то есть бордели. И жителей Помпии называли вообще самими распущенными из всей Римской империи людьми. Так что вот извержение вулкана – это было своего рода карой. Но почему этого проклятия боятся современные туристы? Вероятно, кара небесная достигает и их. Особенно, если путешественники – любители сувениров. Я получаю около сотни посылок в год. В них все то, что туристы привезли из Помпии. В этих посылках письма. Люди пишут о разных проблемах, с которыми они сталкиваются после того, как увозят эти предметы отсюда. Один испанский турист написал, что после того, как он привез домой бронзовую статую, от него ушла жена. Поэтому он возвращает фигурку обратно. А еще один прислал целых пять посылок. Говорит, что проклятие постигло всю его семью. Теперь гиды в обязательном порядке сообщают туристам, что Помпеи прокляты богами. И если вывести отсюда артефакты, может случиться страшное. Как бы то ни было, такая убежденность только спасает город от полного разграбления. Доктор химических наук Владислав Егоров вместе со своими сотрудниками провел необычный эксперимент. Он разместил в египетских пирамидах семена и наблюдал, как они растут. Оказалось, что в таких условиях слабые клетки активизируются, а сильные наоборот угасают. То же самое происходит в человеческом организме. Ваш иммунитет снижен, ослабленные клетки себя проявили, и вы вдруг начинаете болеть по непонятной причине. То есть причина вот этого проклятия – сниженный иммунитет. И он проявляется для тех, кто провел там длительное время. Я провел 10 минут, и я на себе это ощутил, извините, попал в реанимацию. Сейчас все внимание научной общественности приковано к египетской тайной комнате. Все больше ученых убеждены – пирамиды вовсе не являются гробницами фараонов. Об этом свидетельствуют шахты, которые соединяются между собой и ведут вглубь Земли. Шахты сориентированы на определенные звездные тела. Изначально инженерное расположение пирамид, оно повторяет созвездие пояс Ориона. И, соответственно, как бы вот эти вот пирамиды расположены по отношению к Ниву, так как пояс Ориона расположен по отношению к звездному млечному пути. В древних египетских текстах сказано, перед тем, как вознестись после смерти к звездам, фараон должен пройти через некие звездные врата, сидя на железном троне. Так что пирамиды – это не гробницы, а скорее некий межпланетный комплекс. А в троне вполне вероятно находятся предметы, доставшиеся египтянам от инопланетян. Там были по преданию, которое передает Аль-Масуди, сохранены некие вот образцы таких древних технологических достижений, как-то гнущееся стекло и нержавеющее железо. Древние понимали необходимость хранения, сохранения древнего знания, да, какого-то определенного, причем, возможно, отчасти религиозного, отчасти астрономического, то есть всего такого, ну, как традиционного знания в комплексе, да. И не просто сохранения, а передача его потомкам. В 20 веке физики обнаружили, что пирамиды излучают колоссальную энергию. Она может нарушать работу самых точных приборов. Во время арабо-израильского конфликта в 60-х годах три израильских самолета пытались на бреющем полете пройти над пирамидами Гизы. В результате они друг за другом по совершенно непонятной причине врезались в песок. Мистики здесь нет никакой. Реальное физическое воздействие у такого мощного сооружения, как пирамида, да, где действительно поля могут быть организованы, там, сконцентрированы, да, линза направила их в какой-то фокус, вот там это воздействие будет достаточно сильным. Сила электромагнитного излучения настолько велика, что распространяется на тысячи километров вокруг пирамид. Ее диапазон изображен на этой карте. Город Портофино расположен на одной из самых живописных частей итальянской ривьеры Средиземноморья. Как вы видите, эта местность также попадает в зону влияния электромагнитного излучения египетских пирамид. В этом чудесном месте находится элегантная вилла Альтакьяра площадью в тысячу квадратных метров с большим парком 3 гектара, садом и вертолетной площадкой. Виллу Альтакьяра в Портофино называют настоящей жемчужиной итальянской ривьеры. Однако местные жители обходят виллу стороной. Ее считают проклятой, и для этого есть все основания. Италия. Портофино. 8 января 2001 года. Вдова итальянского бизнесмена Карада Агусто, графиня Франческо Вака Агусто, ужинает со своими друзьями. Во время трапезы она выпивает несколько бокалов шампанского. После ужина Франческо провожает гостей, принимает антидепрессанты, выходит на террасу и бросается прямо на морские скалы, над которыми возвышается вилла. После смерти графиня на полу в одной из комнат обнаружили разбросанные документы. Ее имущество составляло 50 миллиардов лир. Графиня незадолго до смерти составила пять завещаний. Она никак не могла решить, кто же должен наследовать ее состояние. Ее брат или ее друг Тирсу. Или же ее самая большая любовь – Маурицио Раджо. Возможно, кто-то из них столкнул графиню на скалы, но это лишь предположение. Причина смерти Ваки Агусто до сих пор не раскрыта. После гибели графини в доме жил ее любовник Маурицио Раджо. В 2006 году его сын упал с балкона высотой 3 метра, но выжил, пробыв два дня в реанимации. Вообще, за виллой закрепилась дурная слава. Графиня Вака Агусто не единственная, кто здесь погиб. Дело в том, что над этим домом висит проклятие Тунхамона. В 1874 году этот роскошный дом прямо на скале над морем построил видный британский политик-консерватор Генри Герберт, четвертый граф Карнарвон. Через 15 лет он умер, и вилла перешла к его сыну Джорджу Герберту, пятому графу Карнарвону. Он был тем самым британским египтологом, который нашел могилу Тунхамона. Вскоре после этого Карнарвон скончался от воспаления легких в Каире. Вполне возможно, вот в том закрытом помещении находились микроорганизмы, микробы, бактерии, которые не мутировали за последние тысячи лет вместе с человеком, а остались в том виде, в котором они были в тот момент, когда закрывалась вот эта вот гробница. Ну и человек просто был не готов к атаке на иммунную систему со стороны вот этих вот агрессивных, ну, микробов, вирусов, еще чего-нибудь такого. Но если смерть графа Карнарвона можно объяснить, то как понять смерть его племянницы, которая несколько лет спустя упала на скалы? Конечно, это похоже на совпадение, но жители Портофина так не считают. Они говорят, что вилла Аль-Такьяра – это дом фараона, пробудившегося от вечного сна. И кто к его дому прикоснется, тот умрет. Неужели проклятие Тунхамона – это не легенда? Тем временем международный научный эксперимент по исследованию египетских пирамид набирает обороты. Но к чему это может привести? Значит, военный конфликт в Сирии действительно начало Третьей мировой? И всему виной потревоженные артефакты? Смотрите далее. Автомобиль-убийца, ценные монеты, бирюзовый череп. Кому выгоден бизнес на артефактах? Производили на потоке предметы искусства, которые выдавались за древнегреческие. Ничего загадочного, просто бизнес. Все будет хорошо. Смерть под парусом. Почему олигарх Березовский избавился от яхты? Переизбыток эзотерически заряженных артефактов. Эти восемь секунд – последние прижизненные кадры Франца Фердинанда. На них запечатлен приезд эрцгерцога с женой Софией Гогенберг в городскую ратушу Сараева. Буквально через час они будут расстреляны в собственном автомобиле. Интересное совпадение. Эрцгерцог садится в автомобиль с номером А111118. То есть пять единиц и восьмерка. Первая мировая война, по итогам которой Австро-Венгерская империя, международный код А, будет разделена, закончится 11.11.18. Те же пять единиц и восьмерка. Гибель Франца Фердинанда стала началом цепи событий, которые привели к Первой мировой войне. А у машины после этого убийства началась своя мистическая судьба. Она убивала всех, кто садился за ее руль. Этот лимузин, по рассказам владельцев, стал просто одержимым. Иногда даже он сам заводился и ехал. Машина собрала в себе огромное количество негативной энергии, полученной от смерти людей. И она стала настоящим таким смертельным артефактом. Греф Унштифт – это марка машины-убийцы. За несколько лет автомобиль убил 15 владельцев. В конце концов, его решили отремонтировать и поставить в зале Венского военно-исторического музея. В годы Второй мировой, во время одной из бомбежек, Греф был практически уничтожен. Но после войны зловещий экспонат снова восстановили. С тех пор никто не хочет садиться за его роль. Однако совсем недавно в Австрии объявился человек, который решил проверить, действует ли еще проклятие машины-убийцы. Во время тест-драйва шофер потерял управление и въехал в бетонную стену. Впрочем, на этот раз все остались живы. Возникает вопрос, почему люди гибли, а автомобиль каждый раз восстанавливали? По идее, после стольких аварий машина должна была превратиться в хлам. У меня есть версия. Скорее всего, ловкие дельцы просто продавали за огромные деньги автомобиль с легендой. Они не просто его реставрировали старый, а брали новый автомобиль, той же марки имитировали в нем пулевое отверстие и продавали как старый. И вот новые владельцы под воздействием легенды тоже хотели себя причислять к числу избранных. Поэтому приписывали автомобилю вот эти мистические свойства и сами часто попадали в аварии. Чем больше магических или мистических свойств у предметов, тем больше внимания они к себе привлекают. А следовательно, ценность их автоматически повышается, как духовная, так и материальная. Это прекрасно знают мошенники. Именно поэтому некоторые археологические артефакты на поверку оказываются подделками. Громкий скандал в музейном мире. Знаменитый бирюзовый череп из Голландского национального этнографического музея в Лейдене оказался подделкой. В 1963 году этот артефакт, украшенный мозаикой из бирюзы, был куплен за сумму, равную современным 19 тысячам евро. Подобных черепов в мире всего пара десятков. Теперь их подлинность тоже оказалась под вопросом. По данным радиоуглеродного и изотопного анализа, сам череп и пластины бирюзы древние. Однако для создания самой мозаики был использован клей, произведенный в 20 веке. Зубы тоже оказались фальшивыми. Для черепа, веками лежавшего под землей, они слишком хорошо сохранились. Вероятнее всего, подделка была изготовлена в середине 20 века, когда мексиканские древности подверглись масштабному, неконтролируемому разграблению. Сегодня на черном рынке можно встретить тысячи артефактов из музеев Египта и Сирии. Правда, их подлинность под вопросом. Значительная часть псевдо-квази-артефактов является, конечно же, подделками. Люди, мошенники делают на этом деньги. Это бизнес на артефактах. Поэтому всегда нужно быть осторожным относительно того, что на каких-то форумах, где находятся археологи, якобы историки, продается некая вещь. Подделывают все. Картины и мебель, вазы и статуэтки, ювелирные изделия, яйца Фаберже, даже мумии. В ноябре 2000 года в пакистанском городе Квета была найдена мумия древнеперсидской принцессы. Почти сразу же ее выставили на продажу на рынке черных антикваров за 6 миллионов долларов. Однако вскрытие показало – эта женщина умерла совсем недавно. Мало того, ее убили. Возможно, специально для мошенников. Чтобы они могли тело мумифицировать и затем продать. И таких случаев – тысячи. В 13-15 веках были даже целые семьи, это известно, в Северной Италии там было несколько, которые производили, ну, конвейера тогда не было, но производили на потоке предметы искусства, которые выдавались за древнегреческие. Прям вот, поточно они шли. Особым талантом подделывать древности отличаются китайские мастера. Поддельный антиквариат там изготавливают уже полторы тысячи лет. Раньше из-за благоговейного отношения к старине, сейчас – к деньгам. Экономический рост Поднебесной и мода на Всевосточное стимулировали быстрое развитие китайского антикварного рынка. Впрочем, такие артефакты могут в прямом смысле оказаться смертельно опасными. Сегодня нам предлагают китайские игрушки, прекрасно окрашенные. Вы таких красителей здесь не увидите. Но, извините, эти красители на основе ртути. Они в Англии когда-то были запретены, а потом запрещены, потому что увидели последствия, в первую очередь, на детях. А мы сегодня этим пользуемся. И к чему это приведет, делайте вы вот сами. Так что химическое воздействие есть. Денежные жабы, деревья счастья, нефритовые будды. Сегодня невероятное количество разнообразных китайских артефактов заполонили дома и россиян, и европейцев, и американцев. Но уверены ли вы, что эти якобы безобидные сувениры заряжены на счастье и удачу артефакты? Может быть, они качают удачу и деньги не в вашу квартиру, а тем, кто их изготовил? Вот он, секрет китайского экономического чуда. В России появился новый вид мошенничества. Рынок артефактов заполонили серебряные монеты 18-19 веков, которые считаются настоящей редкостью. На самом деле, это медные заготовки монет разных стран, покрытые толстым слоем качественного серебра. Отличить поделку от подлинника можно лишь с помощью спектрального анализа. Серебряные рубли времен Петра, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Второй стоят десятки, а то и сотни тысяч. Многие коллекционеры годами копят на них, но собрать нужную сумму трудно. Для таких собирателей выпускают копии этих монет. Они официально продаются на специальных сайтах и спецмагазинах. Цена такой монеты – 100 рублей. Был задержан. Я не знаю, почему. Конкретно. Много корпората забрали все. По машинности, как они объяснили. Хотя у меня никакого машинства не было. Но одному уважаемому дяде предложили монеты. Этот мужчина вместе со своим подельником пришел домой к 80-летнему пенсионеру и предложил купить старинные монеты по выгодной цене – всего за 300 тысяч рублей. Однако родственники пенсионера заподозрили неладное и обратились в полицию. Была история с подельными китайскими монетами, которые уже не один год предлагают людям у метро. Гастарбайтеры рыли канаву, нашли монеты, готовы продать по весу. Они даже не серебряные. Ну, обманули они там 30 человек. А 31-й уже в курсе этих событий. Потому что у него там соседа или родственника обманули. Если к вам обратились с предложением купить монеты, знайте, что, скорее всего, они не настоящие. Проверить их можно с помощью простого магнита. Если монетки магнитятся, значит, они сделаны из железа. В России же монеты всегда делали из золота, серебра и меди. Но эти металлы не магнитятся. Специалисты говорят, самые опасные артефакты сделаны из металла. Все дело в так называемой памяти материала. Возможно, он был добыт в опасной с точки зрения энергетики местности. Кроме того, артефакт может быть проклят. Присмотритесь к предметам, которые вы храните в качестве сувениров. Может быть, с появлением какой-то вещи в вашем доме начало происходить что-то нехорошее? Колдун изготавливает тот или иной предмет, передает этот предмет заказчику, и заказчик тогда дарит своему врагу или недоброжелателю, тем самым, принеся ему в жизнь неудачу и свое негативное воздействие на тело, на душу и на жизнь человека. Если вы обнаружили у себя дома артефакт, в котором вы не уверены, его нужно очистить. От предмета, который меняет вашу жизнь в худшую сторону, нужно избавляться в убывающий цикл Луны после полуночи. Его необходимо либо сжечь, либо разбить в щепки. У людей не так сильно развита интуиция, как у кошек. Они гораздо лучше чувствуют опасность, исходящую от любого предмета. Посмотрите на реакцию кошки. Возле которой вы поставите или положите этот предмет. Если же кошка будет от этого предмета уходить, либо она начнет шипеть и вставать на дыбы, то тогда этот артефакт несет в себе негативную энергетику. Иногда проклятый артефакт доводит своего владельца до такого состояния, что тот вынужден избавиться от него любым способом. Однако они могут находить своего владельца, возвращаясь к нему через целую цепочку людей и событий спустя годы и десятилетия, а иногда и через века к потомкам. Тысячи людей ежегодно посещают раскрученные туристические маршруты. Интерес к находкам с каждым годом только подогревается. И все это благодаря тщательно продуманной стратегии, принятой на государственном уровне. Новые археологические находки двигатель туристического бизнеса. Раскопки в крепости Манджуик в Барселоне продолжались несколько лет. Археологи нашли старые стены оборонительного сооружения, в центре которого расположен жертвенный алтарь. Эта находка привлекла в Испанию множество любителей старины. И страна вышла на второе место в мире по числу туристов, уступив только Франции. Благодаря дозированной информации о жертвенном алтаре туристический поток в Испанию начал бить рекорды. Ежемесячно он увеличивается примерно на 10%. Эти данные привела Всемирная туристическая организация. В результате тщательно продуманной государственной стратегии находки артефактов в 2017 году туристы оставили в Испании около 87 миллионов евро. Это на 12,5% больше, чем в 2016-м. Израиль, Иерусалим, 23 февраля 2018 года. Мир облетает сенсационная новость. В ходе раскопок в священном городе археолог Эйлат Мазар заявил о находке печати, которая, вероятно, принадлежала библейскому пророку Исаии. По словам Мазар, если подлинность находки подтвердится, она станет первым свидетельством существования пророка. А цены на билеты взлетели в полтора раза. Активизировались туристы и паломники. Вот так финансовая политика авиакомпаний и благосостояние целых государств может зависеть от одной маленькой, никому неизвестной находки размером с пятак. Расскажет ли нам современная наука о магических свойствах, которыми наделили их прежние владельцы или создатели артефактов? Смотрите далее. Кто пустил Титаник на дно? Он содержал в себе фрагмент древнеегипетской мумии. Боевая сталь источник мистической силы или смертельная опасность? Этим оружием было убито много людей и, конечно, какое-то зло в них сохранилось. Копье судьбы. За какими артефактами охотился Гитлер? По его мнению, это могло перевернуть весь ход войны. Еще при жизни Бориса Березовского эту роскошную океанскую яхту сравнивали с летучим голландцем. Корабль Тандер Би больше трех лет удачно прятался от кредиторов опального олигарха. Яхту видели почти во всех крупных портах Средиземного моря, но поймать ее так и не удалось. Яхта была настоящей жемчужиной частного флота олигарха и настоящим плавучим музеем. Здесь Березовский мог прятать предметы искусства и древние артефакты, за которые был готов платить любые деньги. Многие считали, что именно эти таинственные предметы помогли ничем не примечательному инженеру создать могущественную империю. цель поисков этого человека собрать как можно больше артефактов и при этом возможно, что эти артефакты не будут оценены должным образом его окружением. Главное это будет удовлетворение данного человека. Березовский был большим любителем древнего искусства, но предметы для коллекции выбирал на первый взгляд без всякой системы. Однако знающий человек мог бы сразу обратить внимание на то, что в этом собрании много холодного оружия из средневековья. Для мага боевая сталь это источник мистической силы. Если вы хотите привлечь в свою жизнь силу определенную и мощь, то тогда вам необходимо приобрести в свою жизнь и купить определенные металлические изделия, которыми были неоднократно убиты определенные животные либо люди. я регулярно освещаю дом. Как только появляются несколько новых вещей, я опять освещаю дом. Потому что понятно, что на всем этом оружии, там этим оружием было убито много людей, и, конечно, какое-то зло в них сохранилось. Продюсер и музыкант Андрей Ковалев давно коллекционирует оружие и рыцарские доспехи. В его собрании есть вещи, которым позавидовали бы крупные музеи. Есть историк челябинский, который говорит, что рыцарей никогда не было. Все рыцари сделаны в 19 веке доспехи, да, и когда богатые буржуа пришли к власти, им нужно свои дворцы было заполнять, и начали делать такие подделки. Говорит, вы не найдете доспеха с дыркой, пробитой копьем или мечом. Вот у меня есть. Есть в коллекции Ковалева уникальный экспонат. Короткий римский меч второго века до нашей эры. Это не просто предмет искусства, а настоящее оружие, причем совсем не холодное. Хозяин говорит, что лезвие меча что-то словно греет изнутри. Ну вот он, этот меч, о котором я говорил, вот если вы потрогаете, вот явно, заметно он теплее, чем даже вот вроде кожаная рукоять. Нужно еще отметить его потрясающую сохранность. Я видел аналогичные вещи, которые столько лет пролежали в земле, там от них практически ничего не осталось, а он остался целый. Легенда гласит, что сила амулетов растет, если они находятся рядом друг с другом. Для непосвященных такое собрание может показаться нагромождением несочетаемых предметов. Книг, статуэток, масок, осколков керамики, картин и полудрагоценных камней. Именно так выглядела загадочная коллекция Березовского, спрятанная от посторонних глаз на яхте. Вот интересно, как работает этот вселенский закон. Вначале он является как некий сверхудачливый фигурант, который разруливает геополитические процессы и внутри России, и далеко за ее пределами. Однако потом вот тихо уходит с политической ланцены. Неужели этот человек подобным магам прошлого искал то самое сочетание артефактов, которое помогает управлять силами, недоступными для человеческого понимания? Березовский наверняка осознавал, что имеет дело не с безобидными сувенирами для туристов или предметами искусства, в которые просто вкладывают деньги. Особенно это касалось старинного оружия. Я помню, мне привезли кинжал восточный, у которого, когда его вытаскиваешь, лезвие раздвигается на шесть лезвий. Ему лет триста, из булатной сталь, и вот такой он становится как щетка. Я со своим товарищем, он мне очень понравился, красивый, я ему хотел его подарить. Он сказал, ни в коем случае, очень плохая у него ауэра, не вздумай, не надо, я такой подарок не возьму. Я его отдал назад, от греха подальше. Яхта Тандер-Би еще при жизни Березовского сменила хозяина и название. Но почему опальный олигарх решил избавиться от судна? Может быть, он почувствовал опасность? У каждого сиборита может быть своя какая-то точка разрыва. И вполне может быть, что в данном случае, в случае с этой яхтой, переизбыток эзотерически заряженных артефактов. Мы знаем, что существует версия, согласно которой Титаник погиб только из-за того, что там он содержал в себе фрагмент древнеегипетской мумии. Сначала судно купил хорватский бизнесмен. После этого оно ходило под флагом государства Сен-Винсент и Гренадины. И вдруг осенью 2017 года как гром среди ясного неба прозвучала новость. Причина смерти артефакт. В ноябре 2017 года в Одессе скончался известный бизнесмен Борис Коба. Незадолго до смерти сбылась его давняя мечта. Он приобрел у наследников Бориса Березовского океанскую яхту Леди Кей. По словам очевидцев, на ней было собрано огромное количество всевозможных артефактов. Теперь у яхты появился новый владелец. Не станет ли он очередной жертвой проклятия? Борис Коган умер у себя дома от сердечного приступа. В Одессе ему принадлежали два бизнес-центра ночной клуб, несколько участков земли, а также компания, которая предоставляет услуги в сфере морских перевозок. Яхту у наследников Березовского он купил за 5 миллионов долларов. Но что все-таки убило бизнесмена? Проблемы со здоровьем или негативно заряженные артефакты на борту судна? Копье Лангина одна из величайших реликвий христианского мира. Считается, что именно им римский центурион Гай Кассий Лангин ударил распятого Иисуса страдания. В 1909 году в музее Хофбург это копье увидел будущий фюрер Адольф Гитлер. И в своих воспоминаниях Адольф Гитлер указывает, что его что-то заворожило, что он находился в измененном состоянии сознания и не отрывая смотрел на это копье судьбы. При этом он чувствовал определенную энергию, он чувствовал определенный необъяснимый процесс происходящей с ним. Почти 30 лет Гитлер вынашивал идею о мировом господстве арийской нации. Он знал, копье судьбы должно принадлежать Германии. Сенсационное откровение фюрера. В интернете появилось эксклюзивное интервью Адольфа Гитлера, которое он дал журналисту шведской газеты Автенбладит в 1933 году. Но почему этот материал появился только сейчас? Где он хранился все это время? Может быть, это очередная фальшивка? В этом интервью, кроме всего прочего, обсуждалась проблема включения Австрии в состав Германии. И первым делом, когда Австрия стала частью Германии, Гитлер вместе с Гиммлером и ближайшим окружением направился в Вену, в замок Хохмборг. был составлен специальный акт о передаче копья судьбы Германии. Его подписал бургомистр Вены. Акт передачи возвращения копья судьбы в Германию. И Гитлер вывозит реликвию вместе с некоторыми другими реликвиями. И они были помещены в Нюрнберге. Еще один артефакт, за которым охотился Гитлер, это чаша Грааля. Кубок, из которого Иисус Христос вкушал на тайной вечере и в которой была собрана кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Считается, что эта чаша обладает свойствами, дарующими человеку вечную жизнь. По мнению фашистских историков, чаша Грааля находилась в одном из лабиринтов, в одном из таких пещерных комплексов на границе между Францией и Испанией. Получается так, что мы видим, что уже скоро конец войны, но Гитлер наделял эту вещь, наделял чашу Грааля таким свойством, что, по его мнению, это могло перевернуть весь ход войны. Еще в 19 веке несколько европейских городов заявили, что они владеют чашей Грааля. Очевидно, что это были подделки. Однако Гитлер искал не там. Есть версия, что чаша Грааля находится в России. Смотрите далее. Что спровоцировало бархатную революцию в Армении. Я уверен, что это движение приведет народ к победе. Не калечит, а лечит. Неземная защита спасает людей. Она 8 марта, она уже сама ходит. Кубок жизни. Где находится чаша святого Грааля. Я вот сейчас серьезно говорю, он леденит прямо у меня в руках. Армения, Ереван. 17 апреля 2018 года. На площади сотни тысяч митингующих. Поводом стало предстоящее назначение на пост премьер-министра Армении, экс-президента страны Сержа Сарксяна. Уже объявили начало бархатной народной ненасильной революции. Беспорядки продолжаются уже больше недели. Протестующие блокируют улицы Иревана и других крупных городов. Полиция всячески пытается урезонить демонстрантов, иногда применяя силу. Однако люди не намерены отступать. Я уверен, что это движение приведет народ к победе. Через неделю премьер-министр Сарксян подал в отставку. Однако протестующие продолжают призывать людей ко всеобщей забастовке и тотальным акцем гражданского неповиновения. Некоторые смертельные артефакты не убивают людей, а превращают их в убийц, в тех, кто одержим жаждой убивать. При этом история полна примеров, когда вчерашние союзники почти без причин набрасывались друг на друга. Те же гражданские войны, те же цветные революции. Ведь там не бандиты, не террористы, а обычные горожане вообще. И вдруг в какой-то момент они проявляют друг другу безумную агрессию. И возможно кто-то осознанно запускает подобный артефакт массового воздействия. Но если это действительно так, что за артефакт был активирован? Неужели протесты в Армении тоже связаны со странным предметом в тайной комнате пирамиды Хеопса? Ведь если взглянуть на карту, то очевидно, что Армения тоже попадает в зону влияния электромагнитного излучения египетских пирамид. Знаете, что интересно? Если разрушительной силой, а он действительно есть, и скорее всего, это египетские пирамиды, значит, существует артефакт наоборот такой созидательный, добрый, мощнейшей защиты. Скорее всего, это может быть чаша граля, за которой безуспешно пытаются охотиться все сильные мира сего. Ведь сказано, что чаша граля дарует вечную жизнь. На первый взгляд обыкновенный железный бокал, небольшого размера, но довольно тяжелый. Однако свойства у этого сосуда фантастические. Программа «Тайный Чапман» проводит эксперимент. Мы наливаем в кубок и в обыкновенный стакан воду и ждем 20 секунд. Ну да, обычно это комната. Он ледяной. Как так может быть? Я вот сейчас серьезно говорю, он леденит прямо у меня в руках. 15 лет назад Игорь Подухевич получил этот кубок из рук прадеда, который в середине 60-х годов участвовал в секретной экспедиции на реку Подкаменная Тунгуска. Там в 1908 году взорвался тунгусский метеорит. Передавая артефакт, Игорю прадед сказал, такого нет ни у кого на земле. Сказал о том, что это наша семейная реликвия, я должен ее просто хранить. Я никаких таких выводов серьезных не сделал, она у меня все в гараже хранилась. В 2006 году в семье Игоря Ивановича случилась беда. Его дочь попала в страшную аварию. Переломы со смещением, разрывы внутренних органов. После нескольких операций врачи прогнозировали, в лучшем случае девочка через полгода встанет на костыли. И тут Подухевич вспомнил о кубке, который отдал ему прадед. Когда через два месяца Игорь Иванович привез дочку к врачам, те не поверили своим глазам. Кости срослись. Внутренние органы были в таком состоянии, будто и не было той аварии. Тогда Подухевич заинтересовался составом кубка и отдал его на экспертизу. Ну, например, такой факт, что в самом кубке меди нет. Он изучен до ста тысячных процентов. У меня есть заключение, с чего он состоит. Меди в нем нет. Но вода, побывавшая определенный период времени в нем, медь увеличивается в 25 раз. Малебден в 40, цирконий в 10. Вот такие вот вещи. Вот документ из Института геологии и минералогии Сибирского отделения Российской Академии наук. На 90% кубок состоит из кремния. Правда, кремния необычного. В таком кристаллическом виде его в природе не существует. По крайней мере, на планете Земля. Остальные 10% это никель, кальций, железо, осмий, селен, фосфор, бром и кобальт. Теперь Игорь Подухевич поет водой из кубка всех желающих, исцеляя от разных болезней. Кстати, прадед Подухевича прожил 102 года. Он был в хорошей физической форме, в здравом уме, не нуждался ни в чьей помощи. Кубок жизни, исцеляющая чаша, дар пришельцев, так еще называют сосуд, которым владеет краснодарский пенсионер. В самом ли деле это артефакт внеземного происхождения? И правда ли, что вода, выпитая из этого кубка, излечивает от всех болезней? А может, это и есть святой Грааль, из которого Иисус Христос пил на тайной вечере? Не в неволе Иосиф Аримафейский собирал кровь распятого спасителя, стекавшую из креста. Но почему он оказался в России здесь и сейчас? В этом нет как раз ничего удивительного, ведь Грааль находится в Краснодаре. И вот предполагаемые очаги Третьей мировой войны вспыхивают близко к югу России. Именно там святой артефакт охраняет нашу Родину. Является ли кубок Подухевича святым Граалем, сказать сложно. Но в любом случае в этом сосуде есть сила Божья. Поэтому он и помогает людям, возвращая здоровье и защищая Россию от внешней агрессии. Старое оставь в прошлом, новое береги для себя, гласит народная мудрость. Опасность может таиться в самой невинной на вид вещи. Прежде чем прикасаться к артефактам, дошедшим до наших дней, подумайте, стоит ли рисковать своим здоровьем и благополучием. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова